Тони Хоук про скейтер Это одна из моих любимейших игр детства В то время я садился за плойку Это был у меня PlayStation 1 Такая маленькая, слимовая версия Включал диск И меня просто затягивала эта игра Все эти задания, что надо делать Все эти трюки, которые ты делаешь Всегда хотелось как-то перебить свой рекорд Сделать намного больше, чем до этого И потом, когда выходил Тони Хоук American Wasteland То как-то мне уже это не особо нравилось Тогда уже был комп И были другие интересные игры, что поиграть И серия Тони Хоук потихоньку Потихоньку ушла из моей жизни Когда презентовали первую и вторую часть Тони Хоук про скейтер Я к ней относился скептично Ничего от нее не ждал И думал, буду ли я покупать ее Или вообще не буду И в середине лета на меня нашло озарение Что все-таки я ее хочу поиграть Я сделал предзаказ Получил за это демку Спасибо вам большое И когда я запустил эту демку, руки сами помнили Все трюки, которые надо было делать Как вообще играть в эту игру Никаких обучений, ничего я не проходил Просто сел и начал играть В самой игре и первая, и вторая часть Они никак не переключаются между собой Просто у тебя есть локации с первой части игры Которая называется Тони Хоук про скейтер 1 И карты со второй части игры Которая называется Тони Хоук про скейтер 2 По сути, ничего нового туда не добавили Там есть мультиплеер и есть сингл Где ты выполняешь разные задания Чтобы открыть следующую локацию А задания заключаются в том Чтобы перебить определенный рекорд по пунктам Сделать комбо Собрать слово скейт Разнести бочки Разнести коробки Разнести витрину Найти видеопленку И те же задания были и в оригинале И они именно этим затягивали Что ты хотел Локацию пройти на 100% И ты сидел Задрачивал Находил буковки Находил гидранты Чтобы выполнить эту комнату на 100% И когда я сегодня ее поиграл Мне показалось, что это тот самый оригинал Потому что в то время мне казалось Предел графики Лучше не может быть И я эту игру видел так же Как я ее вижу сейчас Конечно, если сейчас это сравнить Ты думаешь, как я вообще в это мог играть Но есть такая тенденция у игр Даже у той же мафии первой Когда я ее проходил Мне казалось, что это супер графика Лучше не может быть Со временем растут технологии Все улучшается И графика становится лучше И ты опять же играешь игру И кажется, да, лучше не может быть Проходит пару лет И выходит игра с еще лучшей графикой И кажется, да, вот это и есть предел Я хочу посмотреть, что будет еще через 10 лет В игре есть кастомизация персонажа Ты можешь полностью сделать своего персонажа Выбрать скин на скейт Выбрать ему ботинки Носки Шорты Майку Сделать ему татуировки Наросить ему бороду Сделать прическу Цвет глаз Цвет той же самой бороды Побегав по меню Там есть кастомизация не только персонажа Но и скейтборда Ты можешь выбирать скин скейтборду Степень того, как сильно он будет поцарапан Цвет колес Что с первым Тони Хоком Что со вторым Есть локации, которые у меня где-то в подсознании остались И когда ты открываешь локацию, которую ты немножко помнишь Такие чувства ностальгии Сама игра играется очень просто Ты не напрягаешься Ты отдыхаешь Она и в то время была игра Чтобы провести вечерок Или когда тебе нечем заняться И ты не хочешь вникать в сюжет Ты просто включаешь Тони Хока Берешь скейт в руки В нашем случае это геймпад И делаешь трюки наподобие Олли Бэкфлип и тому подобное Даже сейчас, спустя столько времени Я ее запустил И когда увидел все задания Что мне надо сделать Я захотел их сделать все Теперь понятно Ты даже за эти задания будешь получать ачивки Раньше ты ничего этого не получал И ты просто сидел ее задротил на 100% Потому что игры ты раньше проходил Не для того, чтобы получить ачивку А потому что ты хотел ее пройти на 100% Конечно, мне как олдфагу И тому, кто ее играл в оригинале Она дает теплые и ламповые эмоции Новым игрокам я не знаю Зайдет ли эта игра На мне сработал фактор То, что я ее играл раньше И раньше она мне нравилась Запустив сейчас, она мне нравится так же само, как и раньше Поэтому я настоятельно советую посмотреть Почитать Может быть попробовать демку И понять, стоит ли вам покупать эту игру или нет Я покупкой очень доволен И она скрасит не один мой вечерок Даже сейчас, когда я смонтирую этот видос Я пойду и запущу эту игру Чтобы пройти еще одну локацию И открыть новую А так, я надеюсь, вам понравился этот выпуск Поэтому ставим большие пальцы вверх Подписываемся на канал Советуйте канал друзьям Репостите в соцсетях, чтобы больше людей к нам приходило Вместе же веселее А с вами был Снег Джи-Джи Снова новый обзор Третий день не сплю В топ-неп завтра попасть Музора Ютуб Всем привет, Дегенду Ссылка в описании На канал ты подпишись И лайк быстрей поставь мне Субтитры сделал DimaTorzok